Вологодская область Зачем это сделано? Панель, которая располагается на потолке прямо непосредственно над воротами, позволяет исключить образование наледи в зоне ворот. У вас не будет льда и резинка будет полностью примыкать к полу резинка секционных ворот. Это решение позволяет исключить врывание холодного воздуха через неплотности из-за льда. Лучистые панели также позволят исключить образование льда и на поверхности самой мойки. Когда у вас помещение обогревается каким-то конвективным способом, при открытии ворот, когда заезжает машина, особенно машина в снеге или во льду, очень долго происходит процесс оттаивания и тот лед, который сползает, например, с машины, он очень долго будет таять у вас на полу. Будет скользко, люди могут падать, если у вас нет теплого пола с подогревом. Наше же решение позволяет нагревать пол, не вмонтируя фактически в пол элементы трубы для движения теплоносителя. Мы тепловым излучением греем панелями, которые располагаются на потолке. Вот сейчас температура пола около 16 градусов. В панелях сейчас температура у нас 40 градусов, 47 градусов. И за счет теплового обмена происходит нагрев именно зоны пола. При этом панели располагаем слева и справа от автомобиля, чтобы не греть сам автомобиль, а греть человека, который находится рядом. Но тепловые лучи исходят не только непосредственно под панелью вниз, они еще и как лучи света от светильника, они в разные стороны раскрываются. И угол раскрытия, который мы считаем, берем для расчетов, эффективный, около 140 градусов. Вот мы видим, что у нас что пол, что автомобиль имеет практически идентичные температуры. Машина помылась, очень быстро оттаивает за счет теплового излучения. И если бы, к примеру, у вас была неконвективная система отопления, которая греет воздух, мы бы могли сделать теплый пол. Я уже приводил в пример, почему теплый пол хорош, то есть он исключает образование наледи внизу и быстро тает снег. Но большая проблема при наличии теплого пола непосредственно, это излишнее образование пара. Когда вы начинаете мыть автомобиль, то вода начинает, значит, соприкасаясь с теплым полом, клубы пара внутри помещения образуются. И практически плохо видно, как мыть, где мыть, потому что именно из-за пара, который образуется, точка росы появляется. Наше же решение позволяет, не монтируя в пол элементы теплообменников, сделать пол теплым, достаточным для того, чтобы нагревался лед, который падает с автомобиля или снег. Быстро он, значит, превращался в воду и уходил. И мы в панели можем подать повышенную температуру до 95 градусов. И за счет теплового обмена мы создаем необходимую температуру в рабочей зоне, где находится человек. Поэтому, друзья, планируйте себе создать автомойку. Автомойка самообслуживания, либо не самообслуживание. Обратитесь к нам, мы подберем для вас нужное количество панелей. Нужно посчитать теплопотери непосредственно вашего помещения, чтобы правильно сделать расчет. Будет ли это панель ТП-1, ТП-2, ТП-3 или ТП-4. Как их лучше расположить, в зависимости от количества постов и так далее. Но самое важное здесь теплопотери помещения посчитать, потому что разные здания с одной и той же квадратуры испытывают разные теплопотери. В зависимости от того, у вас наверху, к примеру, есть помещение, здесь над этим помещением находятся офисные помещения. Поэтому здесь здание испытывает меньшие теплопотери. Ваше помещение может не испытывать таких теплопотерь, потому что у вас не будет наверху какого-нибудь помещения. Короче, нужно посчитать теплопотери вашего помещения и после этого принять правильное решение. Здесь же автомойка встроена в состав сервисного центра. Вот дальше у нас идут ремонтные боксы, происходит покраска автомобилей, шлифовка автомобилей. И именно это решение позволяет создать нужный температурный режим по всей площади помещения. При этом у вас будет достаточный температурный режим, и мы видим, как распределяется температура и по высоте. К примеру, для этого сервисного центра целиком здесь 900 квадратных метров – это первый этаж, и 400 квадратных метров – это второй этаж. Затраты на отопление в октябре 2022 года составили 12 тысяч рублей. При стоимости газа – 8 тысяч рублей за кубометр. Соответственно, вы можете сами прикинуть, в самый холодный месяц, когда на улице минус 40, у нас уже расходы на отопление составляют около 40 тысяч рублей за все здание. Но это значительно более экономичное решение, чем греть воздухом. Высота в коньке здесь в здании 6,3 метра. Поэтому, друзья, используйте правильное энергосберегающее отопление. А компания «Струйнет» – российский производитель выделенных потолочных климатических панелей и теплопанель – поможет вам сделать все расчеты. Мы не только подберем нужное количество и правильно их запроектируем, чтобы они у вас в нужных местах стояли, обвяжем запорной балансировочной арматурой, подберем насосную группу, чтобы у вас решение работало, а не просто панели находились у вас на объекте. Поэтому обращайтесь к нам. До встречи, друзья! До встречи, друзья!